Зовите меня просто Алла, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова в программе «Без паники». Здравствуйте! Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, Ольга. Очень приятно находиться в таком прекрасном зале, где сейчас прекрасная выставка. Это действительно уникальная выставка. Она недавно прозвучала в Сингапуре, Токио, Мадрид, Париж. Это 60 лет итальянской моды. Здесь собраны разные имена, но действительно те люди, которые одевали эти платья, снимались в кинофильмах, это звезды. И поэтому это звездная выставка, которая недавно прошла в Музее декоративного искусства в Москве и практически должна была отправиться домой в Италию. Но зная, что у нас живут самые красивые не только женщины, но и люди, мы все сделали, все возможное, чтобы этот проект предстал перед самарским зрителем. И мне кажется, он заслуживает внимания. Здесь лет назад, по-моему, чуть, может быть, больше я была в этом музее, когда здесь показ моды был от Боска. Сначала это здание же было купцов Курлиных, которые здесь продавали платья, нижнее белье. То есть это вот такая нить, которая связывает моду это здание. Потом здесь появился Волжско-Камский банк. Мы сейчас с вами сидим в прекрасном операционном зале. Тот проект, который мы видим, я даже боюсь озвучить, сколько стоит страховая сумма, мы с вами сидим. Ну почему, скажете, пусть люди знают. Полмиллиона евро, но для музея это все было совершенно бесплатно, поскольку было желание. Вы как-то сказали в интервью, что деньги вас не слушаются. Что-то изменилось с того момента? Да, я, наверное, говорила это, и, скорее всего, и говорила, касаясь темы личных денег. Да-да-да, конечно. Но здесь действительно удивительное богатство, и мы здесь все, и хранители, и те люди, которые должны оберегать и продвигать. Это наша задача. Как раз к тем деньгам, которые у меня не слушаются, это не имеет никакого отношения, поскольку к музею сейчас огромный интерес. Это же богатство саморского. Впереди нас ждут еще великие подвиги. Мы еще должны открыть наш музей на Венцико. У нас открывается Третьяковская галерея. Мы заранее знаем, что будет сотрудничество с нашим музеем. Мы сможем там именно направление советское искусство, можем показывать наши работы. Вот, конечно, мы, как все музейщики, мечтаем еще о дополнительных зданиях, сооружениях. Но я еще пока только год директора. Так, у вас большие перспективы. На самом деле, по улице Венцико хотелось задать вопрос, потому что были, скажем так, громкие заявления о том, что там будет скоро музей, но пока его там нет. И люди как стали сомневаться. Может быть, куда-то там, может, там какая-то будет другая история? Нет, другой истории нет и не может быть, поскольку это наш музей. И это дом Шахабаловых, дом тех купцов, которым мы должны благодарны быть просто в ноги за то, что мы имеем. За того Репина, за тех же Маковских. Это наши меценаты, это наши Третьяковы, наши Морозовы. Это совершенно уникальный особняк. И, конечно, там есть свои сложности, но поскольку губернатор обратил непосредственное внимание на то, как дальше будут идти работать, там действительно человек, который поддерживает культуру и всем сердцем переживает за то, что будет происходить. Я знаю, не то, что знаю, он бывал в музее, что он ценит коллекцию, которая находится у нас и понимает, что это действительно украшение нашего города. Я, Дмитрий Игоревич, всегда жду в гости в музее и очень рада, что у нас такой молодой, замечательный губернатор. Мы все-таки надеемся, что в обозримое будущее мы сможем въехать на Венцико. Но при этом абсолютно точно заверяю, что мы будем требовать, чтобы отделка была качественной и соответствовала тому, чтобы там располагались музейные экспонаты. Потому что мы в первую очередь ответственны перед тем богатством, которое мы имеем. Какого размера должен быть музей, в который вместятся все картины, которые вы любите? Не знаю, мне тяжело ответить. Наверное, этот музей только может быть в мое сердце. Потому что, вы знаете, мы экспонируем только 5% из того, что мы имеем, из тех бриллиантов и жемчужин. Не так давно был проект. Проект великолепный, его курировал непосредственно Собянин. Назывался он «Резидент». Когда мы смогли на ВДНХ показать 130 предметов. Это был павильон «Рабочие колхозницы». Специально под наш музей было перестроено 3 этажа. Была сделана выкраска стен, были построены специальные стеклянные колбы. А между этажами располагался краеведческий материал. И по версии многих журналов, это было одно из главных культурных событий в столице нашей Родины. Но большая часть приехала на эту выставку именно из собраний, из хранения. Потому что у нас великолепный авангард, великолепное советское искусство, которое мы вообще не экспонируем, за исключением отдельных проектов. Конечно, наше русское искусство. Есть для этого сейчас госкаталог. Это очень интересная тема, поскольку все музеи, все, что у них находится в собрании, они выставляют в интернет. И для этого сейчас существуют специальные программы и обмены. И вот, например, у нас была сейчас выставка, на которой вы были, наша с вами легендарная выставка «Великие Маковские». И поскольку мы имеем прекрасную коллекцию Маковских, благодаря госкаталогу мы смогли выбрать те предметы, которые дополнили бы наше собрание. И так мы сделали запрос в Нижний Новгород, в Саратов, в Ульяновск именно по определенным вещам. И создалось уникальное пространство, которое имело огромный успех и сейчас имеет продолжение, поскольку наши великие Маковские, теперь называются Маковские династии, и проходят в Нижегородском художественном музее, где представлено наше собрание, Нижегородское собрание, собрание Третьяковской галереи. Причем часть работ, ряд работы с постоянной экспозицией Третьяковской галереи. Мы ежегодно сейчас участвуем в проекте «Сокровища музеев России». И у нас впереди Саратов, где мы показываем своего Айвазовского вместе с Саратовским музеем. У нас сейчас Поленов и в Москве. Так что у нас жизнь идет, кипит. Недавно мы были в Баку, представляли проект «Авангарда востребований» благодаря нашей коллекции «Авангарда». У нас вообще была очень интересная такая история. Приехала большая делегация мексиканцев, и нас Александр Борисович собрал, Ветисов, и задал вопрос, что мы можем подготовить для мексиканской делегации. Мы вспомнили, что у нас есть уникальная графика, которая покоится также в фондах, находится в фондах. Мы одели эту графику, и она и сейчас у нас на третьем этаже, эта выставка представлена. И там мы встречали наших драгоценных гостей. Аташе по культуре плакало. У нас, оказывается, просто бриллианты в собрании музея. Отсняли всю нашу графику, и она будет представлена в Мексике на самом высоком уровне. Вот такой мост. Вы произнесли красивое слово «одели». Это такой термин, да? То есть это когда картина в рамку вставляется? Это что? Ну, вот как-то я к этому термину привыкла. Я не знаю, даже из моих уснов, да, наверное, 20 лет я наговорю это слово «одели». Поместить, оформить, надеть. Вы являетесь вообще как бы художником. Вы сейчас рисуете? К сожалению, очень мало, если совсем сказать, что в последнее время не рисую. Но при этом несколько работ сейчас моих участвуют на выставке в Православном университете, институте у Дмитрия Лескина. Вот там такой очень красивый проект, который звучит «Вестники рая». И несколько работ моих там, даже одна останется навсегда жить в Православном институте, потому что я ее передала в дар. Вот она история, которая рождается на наших глазах. Анетта Яковлевна Бас. Человек, который сделал просто очень много. Анетта Яковлевна Бас сделала очень много не только для музея, для меня лично. Собственно говоря, если бы не Анетта Яковлевна Бас, я бы никогда не стала и галеристом, и уж тем более не директором музея. И всегда у меня есть такое сравнение. Когда мне предложили возглавить музей, я думала, что я же не Анетта Яковлевна Бас. И вот она всегда как-то рядом, и где-то внутренне я с ней советуюсь. Не случайно сейчас, когда вы заходите в музей, висит ее портрет. 19 января мы вспоминали Анетту Яковлевну Бас. В этом году ей в апреле будет 90 лет, обязательно будет фестиваль, посвященный Анетте Яковлевне Бас. Вот когда мы говорим о Вивковечите, я хочу обязательно, чтобы фестиваль искусств, потому что она не разрывала музыку, живопись. Это было единое пространство. И вот мне всей душой хочется, чтобы в этом апреле прозвучал именно этот фестиваль, который бы стал ежегодным. Это гордость нашей Самарской области. Это гордость. Я думаю, что они это знали во всем мире. Это руководить музеями. И наш авангард, который вывозился в Америку, до сих пор... Вы знаете, я только где-нибудь не появлюсь, перешагиваю порог какого-то музея, там Ульяновского, например, мне сразу говорят, у вас была Анетта Яковлевна Бас. Прилетела сюда Трегулова директор Тересковской галерейки. Какой у вас был директор Анетта Яковлевна Бас? Анетта Яковлевна Бас нет с 2006 года. А вот ее имя, ее дух, он здесь присутствует. Ответственность перед ней существует? Ответственность, конечно. Конечно, хотя мы были очень близки. Год назад, когда вы стали директором, для всех это неожиданно, я читала, что для вас это было неожиданно. Для вас была главная задача оставить коллектив, который здесь работает, чтобы никто не уволился. Для меня вот как-то раньше в жизни было выражение такое, нет людей незаменимых было не для меня. Мне казалось, что заменимых людей нет. Это вот был мой постулат, поскольку кого бы я ни встречала, этот человек для меня очень много в жизни сделал. А сейчас в музее удивительная команда. Я горжусь тем, что мой зам, это Татьяна Анатольевна Петрова, зам директора по научной работе, который проработал 55 лет в Самарском областном, 55 лет с одной записью в трудовой книжке, что здесь остались все самые верные люди. Это главный хранитель Маргарита Владимировна Кожевникова. У нас прекрасный выставочный отдел сегодня. Арина отправляется в Нижний Новгород. Мы вступили в союз музеев Поволжья, и вот она отправляется для того, чтобы получить эту бумагу. Конечно, музей. И мне нравится, что здесь есть и зрелая команда, мудрая команда. И появляются молодые люди, которые как-то иначе видят развитие музея. И здесь есть какой-то и спор, и есть интерес, потому что музей двигается, он шагает, выбирает какой-то свой путь. Алла, у нас есть в Самарской области жемчужина Ширяева. Ой, есть, есть. Единственная проблема, которая существует лично для меня, как человека, живущего в Самарской области, это как туда добраться. Есть, есть. И эта проблема есть. Есть ли какой-то план комплексного решения этого вопроса, потому что мы должны там быть. Это та жемчужина, которой мы можем гордиться на весь мир. Действительно, это абсолютно точно. Я думаю, что все-таки на следующий год будут такие шаги предприняты. Губернатор внимательно следит за развитием Ширяева. А то, что там уникальный комплекс, и там также работают наши люди, которые настолько хлебосольные, теплые. И наши экскурсоводы проводят даже экскурсии с котом на плече, поэтому детям никогда не бывает скучно. Там удивительный дом Ширяевца. Ширяевец – это ведь лучший друг Есенина. Мы, к сожалению, так мало знаем об этом уникальном поэте, который взял псевдоним благодаря месту, в котором родился. Александр Абрамов стал Ширяевцем благодаря Ширяеву. У нас есть дом, где он родился, где он жил. Если мне позволите, я очень люблю читать этот стих. Уже мне кажется, чтобы просто иметь представление о том человеке, которого мы почему-то очень мало знаем. Очень мало знаем. А это 1917 год. Поэта обвиняли в тот момент в излишнем патриотизме. Это мое любимое стихотворение. Называется она «Русь». За Русью молодицей бегут два паренька. Ну что же, озорница, кому твоя рука? Не я ли ражей бравой с червонцами мошна? Пойдем со мной направо. Ей будет, что княжна. Не слушайся, буржуя. Уж я ли не по душе налево? Докажу я быть счастью в шалаше. Несутся в перегонку. За белые руки хватит. Она смеется звонко. Уж не пора ли бы отстать? Скажу я вам без гнева. Я путь без вас найду. Не вправо и не влево. Я с вами не пойду. Когда мы разговаривали до передачи, вы сказали, что в этом зале не было 30 лет ремонта. И Дмитрий Игоревич заметил, скажем так, плачевное состояние уже немножечко. То есть оно видно, что уже будет реконструкция. Да, конечно, нас ждет реконструкция. Но проекты выставочные от этого не пострадают. Поскольку, да, нет, нет. То, что планирует музей, это уже планы мы расписываем на три года вперед. И там очень серьезные выставки. Но придется нам постоянную экспозицию несколько снимать, чтобы представить какие-то такие грандиозные проекты. Но ремонт будет не завтра. 30 лет мы в этом году будем праздновать эту годовщину. Музей здесь, музей на Дворянской 30 лет. Это у нас будет в декабре. И мы будем это обязательно отмечать. Я вас уже одну из первых. Если не первую, приглашаю. Спасибо. Кто нас ждет в декабре, вы себе даже предположить не можете. Ой-ой-ой, Дед Мороз. Мы сделали проект с нашей железной дорогой. Это будет реклама по всей железной дороге. 3 декабря будет презентация. Боюсь открывать карты, но это будет невероятное событие. И очень новое. Мы поезды «Жигули» будем немножко перестраивать под наш музей. Обалдеть. Товарищи, скупаем билеты заранее. Смысл в том, что модно ходить в музей. Музей – это место, где появляться светскому человеку. Не светскому человеку, просто модно. То есть это будет тренд. Это будет тренд. Но сейчас действительно ситуация изменилась. И посла Мексики встречают именно в музее. К нам приезжает в пятницу делегация, которая открывает немецкий свой офис, встречают в музее. Музей как раз это место, как я считаю, для встреч, потому что это то, что мы должны гордиться. Музей-то был такой чопорный. Ты приходишь, шепотом надо разговаривать. Не дай бог, ты будешь говорить, там у тебя будут строгие тетеньки смотреть. А я-я-я, нельзя там что-то. А у вас какая-то тут свобода появилась. При этом к музею нужно все равно подходить с большим уважением. Конечно. Как к истории. Но эта история не должна бежать. Она должна быть гостеприимной. Мусионы – это помещения, которые строились для муз. А у нас здесь все музы. И муза науки, и муза театра, и муза поэзии. Все есть музеи. Ну, это самый красивый зал, я уверена, в Самарской области, где самый лучший звук. Здесь сейчас проходят музыкальные вечера, встречи. И мы должны его беречь. У нас еще и в этом году грядет очень интересная выставка. Это русский музей, и там будут и наши работы в этом зале. Портрет семьи, мне кажется, эта тема очень хороша и важна. И на базе будут лекции. У нас впереди выпуска альбома о нашем музее. Летом нас ожидает Третьяковская галерея. Ну и еще очень-очень много проектов. Скажите, как привести людей в музей? Вы делаете все, чтобы музей шагнул из музея? Да, у нас такой был проект, даже от шаг. Первый из проектов, который мы создали для того, чтобы музей шагнул навстречу людям. Это получилось так, что я именно шагнула в музей вместе с Мундиалем. И хотелось после того, как уехали наши гости, продолжить эти добрые традиции, чтобы в музей приходили люди. И вот у нас был такой аршак в авангард. У нас есть музей на кончиках пальцев, экспонаты, которые мы можем выносить. Они для незрячих, слабовидящих. Такие работы, переведенные в объем. Мы сделали мастер-классы, мы посадили модели. Я пригласила художников. И музей жил не только внутри музея, но на улице Куйбышево, на нашей, на улице Дворянской. И в подарок тем людям, которые участвовали в нашем проекте на улице, предлагалось посетить музей. И такой первый шаг, когда музей вышел навстречу гостям, был очень интересен. И, собственно говоря, с этого момента я пытаюсь, насколько это возможно, звонить, говорить, писать. Слава Богу, за то время, пока я была и директором галереи, у меня сформировались очень хорошие отношения с нашими журналистами. Потому что я их очень уважаю, знаю, что это большой труд. Даже, знаете, я очень волновался, когда я приступила к своей работе, что скажут журналисты. И вот ни одного плохого отзыва. Они меня просто реально, те люди, которые меня поддержали. Я как-то столкнулась с такой ситуацией, скажем, она совершенно банальная житейская. Но когда моя дочь выходила замуж, я искала интерьеры, где сделать ту съемку непосредственно. И мне нужны были красивые лестницы. И помня, как это здесь, нас сюда не пустили. Как сейчас? Ну вот в эту субботу фотографировались у нас на мраморной лестнице. Я была здесь, и здесь снимался как раз и «Витамин роста». Совершенно замечательная программа. На самом деле, мне кажется, что музей – это не просто место, где должны только храниться и только показываться работы. Это место притяжения, жизни. И если это не идет в разрез с какими-то ценностями, почему нет? Это очень здорово. И мне радостно, что лестница будет потом сопровождать эту супружескую пару, которая не так давно здесь фотографировалась, через всю жизнь. И может быть, это будет добрый знак. И даже, может быть, такую придумать историю, те, кто фотографируется на мраморной лестнице, никогда не расходятся. Это же все-таки еще и реклама. Это того, что молодые люди, которые попадают сюда, и соприкасаясь с этим, они в следующий раз придут уже сами, а может быть, потом и придут детей. И это вот… У нас удивительные детские программы сейчас разработаны. Расскажите о них. Сыскного дела, мастера, запахи и звуки. Мы выиграли грант Российской Православной Церкви. Мы делаем «Белое братство», снимаем мультики с детьми. На самом деле, на сайте есть, но надо об этом говорить громче. Потому что я заметила, то, что есть просто на сайте, этого недостаточно. Я всегда люблю говорить эту фразу. Я считаю, что музей – это портал между прошлым и будущим. И наша задача ни в коем случае не стать заслонкой в этом портале, а сохранить для тех будущих будущих внуков, правнуков, прапраправнуков. Алла, вы очень много рассказываете о своей бабушке. Бабушка моя была действительно удивительным, уникальным человеком. До сих пор я получаю на ее день рождения телеграммы из всех уголков земного шара, не только из России. И мне всегда казалось, что у нас очень много родственников. Когда наступало лето, бабушка была учителем, учителем была в великолепном математике. Она брала меня, можно сказать, в охапку, и мы путешествовали. Это были поездки в Санкт-Петербург, и в Санкт-Петербург, и в Одессу. И нас всюду так радостно встречали, когда я еще была юным созданием. Мне казалось, что кто-то из них дядя, кто-то из них моя тетя, а это всего лишь были ученики, которым она сумела привить настоящую любовь. Любовь к жизни, любовь к людям. Какой я буду бабушкой, я сомневаюсь, что у меня получится быть такой же великолепной бабушкой, как она была. Мы живем, увидим. Бабушка дожила до 90 лет, и до последнего дня она преподавала. Время бабушки наступает неожиданно, это я вам по себе могу сказать. Это была программа «Без паники» и я, Ольга Паулова. До встречи в эфире и в соцсетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова